В этом видео поговорим про очень важную вещь, касающуюся работы с физикой. Это как применять к объекту силу. Вот я создал для примера бокс, применил к нему компонент RigidBody. И давайте создадим новый скрипт. Щелкаем правой кнопкой Create C-Sharp Script. С помощью этого скрипта мы к объекту будем применять силу. Поэтому я назову его AddForce. И давайте напишем в нем что-нибудь вот такое для начала. Во-первых, здесь я в методе Awake, то есть как только объект у нас появляется, сохраняю в переменную RigidBody его компонент RigidBody. Операцию GetComponent не стоит вызывать в каждом апдейте, например, потому что она очень затратная. Поэтому мы ее просто один раз сохраняем в переменную. И дальше уже пользуемся переменной RigidBody. И в апдейте мы по нажатию кнопки A на клавиатуре применяем к этому RigidBody силу. Вот как раз метод AddForce нужен для применения к объекту силы. И в скобках тут пишется величина этой силы, да, то есть по сути это координаты вектора по соответствующим осям. И сейчас мы применяем по оси Х силу величиной минус 5. И, соответственно, при нажатии кнопки D сила прибавляется в другую сторону. Давайте посмотрим, как это будет работать. Не забудьте сохранить скрипт. Теперь назначаем AddForce на наш объект. И нажимаем Play. Вот. И я сейчас нажимаю на кнопки ID, и видно, что он чуть-чуть дергается, но очень слабо, потому что очевидно, что 5 ньютонов – это слишком небольшая сила. Но смотрите, какая тут есть деталь. Если сейчас нажать Maximize on Play, и, ну, если сейчас вот эту кнопку два раза щелкнуть, то у нас вид откроется во весь экран. И сейчас этот бокс вращается. То есть почему-то, когда вид развернут во весь экран, к нему сила прибавляется. Это супер странно. То есть как будто величина силы становится больше. Если вы еще не догадались, в чем дело, давайте я вам дам еще один намек. Так, все-таки мы увеличим эту силу. Давайте будет 15 ньютонов прибавляться, да? Вот, с 15 ньютонами нам уже даже во весь экран не надо расширять, он все равно перемещается. Но проблема снова появится, когда на нашу сцену нападут монголы. Вот, смотрите, я, значит, создал целую кучу монголов. И теперь снова ничего не работает. То есть объект снова очень медленно двигается. И причина этого в производительности, в том, что у нас разные FPS. Когда мы нажимаем Maximize on Plane, то окно сцены прячется, из-за этого FPS возрастает. И получается, что сила, которая применяется к нашему объекту сейчас, она зависит от частоты кадров. Вот, если вы откроете окно статистики, здесь можно будет примерно видеть, какой сейчас FPS. И когда монголы напали на нашу сцену, он 40 кадров в секунду. А если мы их спрячем, то он там около 1000 кадров в секунду. И это, конечно, проблема. Очевидно, вам не хочется, чтобы физика в вашей игре, то есть там скорость персонажа, высота его прыжков и все такое, вам не хочется, чтобы это все зависело от частоты кадров. И решение этой проблемы вот такое. Нам нужно перенести код, который касается у нас применения силы, из апдейта в метод FixedUpdate. Копируем и вставляем сюда. И теперь этой проблемы не будет. Давайте посмотрим. Вот, бокс вращается и так. И если монголы нападут на сцену, то он по-прежнему вращается с той же самой скоростью. Таким образом, бокс получает независимость от монголов. И мы с вами написали так называемый монголы-независимый код. Давайте я еще с помощью вот этой картинки получше вам объясню, почему в апдейте нам в данном случае нельзя применять силу. Дело в том, что в каком бы методе в апдейте или в FixedUpdate вы не вызвали метод AddForce, исполняться он как бы все равно будет во время расчета физики, то есть в FixedUpdate. И если мы вызываем его, к примеру, вот здесь вот в апдейте, то в итоге он все равно применит силу в FixedUpdate. Но может сложиться такая ситуация, как, к примеру, вот здесь, что мы два раза вызываем метод AddForce. То есть тут вызываем и тут вызываем. И хоть они исполняются в FixedUpdate, да, но вызвали мы их два раза. И получается, что в зависимости от того, сколько у вас вот в апдейте будет кадров, столько, ну, пропорционально этому числу у вас будет применяться метод AddForce. И получается, ну, какая-то совершенно непредсказуемая ситуация, что в зависимости от того, сколько апдейтов прошло, ваш персонаж будет бежать быстрее или медленнее. Ну, а если мы вызываем метод AddForceFixedUpdate, то мы всегда знаем, что в определенные моменты он применится, и эти моменты, они никак не зависят от частоты кадров. И есть еще одна тонкость, которую я вам тут должен объяснить. Это что, если мы хотим, чтобы этот бокс подпрыгивал, например, да, скажем, нажимаем на пробел, и он подпрыгивает. Напишем тут соответствующее условие. If Input Get Key Down, KeyCode Space, вот если мы нажимаем на пробел, то RigidBody AddForce. Вверх у нас в Unity направлена ось Y, поэтому тут применяем силу по осью Y, например, 300 Н. Здесь отличие от того, что мы делали раньше, в том, что мы используем метод GetKeyDown, то есть он срабатывает только в момент нажатия на кнопку, и все, только один раз. А пока мы держим кнопку, он не срабатывает. Вот, и давайте посмотрим, что же у нас получится в этом случае. Сохраняю скрипт и нажимаю Play. Так, смотрим, нажимаю пробел, и бокс подпрыгивает. Все хорошо. Но вот я второй раз нажал пробел, и он не подпрыгивает, а теперь снова подпрыгивает, теперь снова подпрыгивает, а теперь не подпрыгивает. Опять мы сталкиваемся со странной вещью. Пробел у нас срабатывает, но совершенно случайно и не всегда. В чем же тут дело? А дело тут в том, как именно у нас в Unity работает метод GetKeyDown, да? То есть, еще раз, вот у нас есть метод GetKey, он вызывается каждый раз, пока кнопка зажата. Вот вы один раз нажали на кнопку, и до тех пор, пока вы ее не отпустили, у нас метод GetKey будет вызываться. А метод GetKeyDown вызывается только в один момент нажатия кнопки, как бы в один кадр. И вопрос в том, как именно Unity решает, что вот сейчас этот момент нажатия кнопки, а потом он уже прекратился. Вот, и дело в том, что этот input, он у нас обрабатывается в методе Update. То есть, ну вот, например, есть какой-то момент, в который вы нажали кнопку, да? Вот в реальном мире вы нажали ее в какой-то вот такой момент. Потом подошел Update, и он видит, да, кнопка раньше не была нажата, а теперь нажата. Вот это значит GetKeyDown True. Вот вы нажали Space в этот момент. Потом вот у вас кнопка нажата, и подходит следующий Update. и все, в нем как бы GetKeyDown сбрасывается, и теперь уже это неверное утверждение, что это не момент нажатия кнопки. И если произойдет так, что вы нажали кнопку, например, вот в этот момент, потом пришел следующий Update, и сказал, что все, момент нажатия кнопки закончился, и за этот период ни одного FixedUpdata не произошло, то как бы кнопка нажалась впустую, да? Она нажалась, и FixedUpdate об этом так ни разу и не узнал, и это значит, что ваш персонаж не прыгнет. Вот. И из всего этого мы делаем выводы, что тот AddForce, который вы вызываете при условии GetKeyDown, в момент нажатия кнопки, надо вызывать в методе Update. А там, где просто GetKey, там FixedUpdate.